Моя мама директор ресторана. У меня всегда было много денег. Я мог купить все, что я хотел. Я мог прийти на базар и там обмануть даже цыган. И я имел все, что я хотел. Я пил в ресторанах. Я заказывал музыку. Ездил на дорогих машинах. А сейчас я просто верующий. И всем людям стало его так жалко. И все было так жалко. И в тот момент я сидел, как пастор, и слушал, что он рассказывает. Где здесь слава Божья? Где здесь слава Божья? Все эти грешники. В этом зале. После такого свидетельства. У них не возникло желания стать верующими. Потому что им стало жалко. У него была такая веселая жизнь. А теперь он просто верующий. И я понимал, когда слушал этого парня, что он не понял, что Иисус Христос сделал для него. И то, что сделал для нас Бог, это намного важнее и ценнее всего, что мы можем иметь в этом мире. И, конечно, у нас могут быть и хорошие воспоминания. И, конечно, мы живем в плену хороших воспоминаний. И я знаю многих людей, которые живут в плену хороших воспоминаний. Особенно люди, которые старше меня возрастом. Которых в Советском Союзе было все хорошо. И мы сегодня понимаем, что Советский Союз, это было плохо, потому что это была безбожная страна. Но сейчас мы понимаем, что в Советском Союзе все было плохо. Почему? Потому что в то время это было без Бога. И эта страна воевала против Бога. И это страна воевала против Бога. Но у некоторых людей была дома еда, колбаса и машина. Но, конечно, у некоторых людей была дома еда, колбаса и машина. But, of course, some people could have, you know, some food, a car or a house with them. И материально было все хорошо. And everything was good in material. И они не понимают, что многие люди сидели в тюрьмах за Христа. And they didn't know that some people are sitting in prison for believing in God. И знаете, я понимаю, что эти люди тоже не понимают, что Бог сделал Все самое важное и яркое По сравнению со всеми моими жизненными И с событиями, воспоминаниями Самое яркое это то, что Христос умер за меня Аллилуйя Я родился в этом городе И у меня много воспоминаний, связанных с этим городом И эти несколько дней, когда мы здесь, мы ездим И я рассказываю своим детям Здесь было то, здесь у меня было то, здесь у меня было то И знаете, эти дни, когда мы приехали И когда мы приходим Когда мы просто Драли вокруг Спасибо Я говорю, что мои дети Здесь было это, здесь было это Но самое главное воспоминание Моего сердца Это то, что я пришел к Богу По сравнению с этим Все должно померкнуть Аминь И вы знаете У кого-то из нас есть яркие свидетельства У кого-то кажется, что его свидетельство прихода к Богу Не очень яркое, не очень драматичное Все было спокойно Я помню, как слышал свидетельство одного брата Он приезжал к нам из Канады И вот он рассказывал, как он обратился к Богу Он был подростком И его папа пил и употреблял наркотики И очень плохо относился ко всей своей семье И в один из дней он был пьян очень сильно И была зима И папа из-за чего-то разозлился И взял ружье И он говорит Этот человек рассказал Я испугался отца и закрылся в туалете И вот сел там в туалете И решил, нагну-ка я голову И он пригнул свою голову И в этот момент Отец выстрелил И пуля пролетела прямо над его спиной И он говорит Если бы я не нагнулся Пуля попала бы мне прямо в голову И он говорит Я понял, что отец перезаряжает ружье Толкнул дверь и выбежал на улицу И он был Вы простите, но так было на самом деле Он говорит Я был просто в одних трусах И это была зима На улице лежал снег И говорит Я подросток бегу зимой по снегу В одних трусах по улице В Канаде И говорит По улице ехала полицейская машина И полицейский, который вел эту машину Увидел, что зимой парень бежит По холоду в одних трусах Полицейский забрал машину и отвез меня в участок Полицейский забрал машину и отвез меня в участок дали ему чай, согрели его и говорит, и тот полицейский он был христианин и он рассказал мне об Иисусе Христе и в тот день я поверил в Иисуса Христа и еще некоторое время этот полицейский наставлял его общался с ним этот человек посвятил свою жизнь Иисусу Христу он пошел в военное училище он стал летчиком и когда он свидетельствовал ему уже больше чем 50 лет сегодня у этого человека есть бизнес он служит Богу он ездит по разным церквям вдохновляет людей и он говорит, однажды Дух Святой положил на сердце найти того полицейского и он нашел того полицейского он уже был старенький на пенсии дедушка и я пришел к нему дверь и постучался и говорю, вы меня не узнаете но я тот парень и он рассказал ему эту историю и он потом этот полицейский они плакали взрослые мужчины потому что так Бог изменил жизнь этого человека и тот полицейский в тот момент был в депрессии и он думал, зачем я жил, что хорошего сделал в своей жизни и вот в этот момент этот человек которого он когда-то спас подросткам постучал в дверь yeah, just at this moment that teenager the old teenager yeah, let's say that he saved he knocked at his door hallelujah 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 it was like I saw the movie я думал это надо снять фильм and I thought we should make a movie это был бы очень крутой фильм такое свидетельство it could be a really good movie with that testimony и следующее, что я подумал and the next thing that I thought я подумал о своей жизни I started to think about my life смотрите, я подумал а в моей жизни было не такое покаяние and I thought like in my life it wasn't this such and such repentance я подумал честно, в меня никто не стрелял nobody shoot at me я не убегал в трусах зимой I wasn't running in just my underwear in the winter полиция меня не спасала полиция меня не спасала у меня было другое покаяние I had different repentance у меня были свои моменты но они отличаются от этого человека, о котором я рассказал I had my times yeah, but they are different from this man я подумал, что если бы фильм снимали про мою жизнь and I thought like if they would make a movie about my life и про того человека and about that man вот тот фильм был бы интересней that movie would be really more interesting а фильм про мое покаяние был бы очень скучным but movie about my repentance would be really boring я просто читал Евангелие I just read the gospel пришел в церковь I came to church и какие-то были грехи в моей жизни я за них покаялся попросил у Бога прощения и стал ходить в церковь скучное кино you know really boring boring movie я так думал о себе and then I thought about myself нету драмы there is no drama сценарий очень простой сюжет простой сценарий и вы знаете был даже один момент в моей жизни меня Бог призвал быть пастором когда мне было 19 лет моей жене было 18 и пришел человек один в церковь которому было около 50 лет и он смотрит на пастора которому 20 примерно и он мне задает вопрос слушай мне есть за что каяться мне 50 почти лет я много грехов сделал ты пришел таким молодым к Богу ты пришел к Богу такой молодой за что тебе каяться ты пришел к Богу за что тебе каяться и в тот момент я сказал ему мне было за что каяться а Богу было за что меня прощать знаете в 10 лет ребенку есть за что каяться мы все рождаемся с грехом и нам всем нужно понять что грех это то что отделяет меня от Бога и день моего покаяния и тот день когда я пришел к Иисусу Христу это великий день неважно стреляли в тебя или не стреляли ты был отделен от Бога пять лет или сто пять без Иисуса ты погибший человек и тебе нужно принять его в свое сердце и мысль и мысль которую я хочу донести и мысль которую я хочу донести и мысль что все наши заслуги что все наши заслуги в этом мире и в этом мире все наши воспоминания плохие или хорошие должны померкнуть должны померкнуть и нам нужно помнить нашу жизнь но грех должен стать мне противен но грех должен быть ужасным для нас аминь вы знаете христианство оно очень разнообразно и есть разные традиции в разных странах в разных культурах и христиане стали придумывать себе разные вещи которые бы напоминали им о Боге to create different things for them to remember about God аминь вы встречали это да где-то есть надписи somewhere they have some writings я помню мы приехали на Кубу и просто на стене было написано баллончиком Бог любит тебя на испанском языке и на стене я увидел вау здесь есть христиане хотя я бы баллончиком не рисовал на стене но кто-то это сделал знаете вот в славянских странах в ортодоксальной церкви рисуют иконы где-то статуэтки делают в католических статусах и когда я разговаривал со священниками они говорят это чтобы люди не забыли не забыли иногда люди одевают крест чтобы не забыть так бывает да иногда в своих домах мы вешаем картинки с Иисусом в картинке нет ничего плохого но с ней не надо разговаривать разговаривать нужно с Богом но вы знаете если мы почитаем Слово Божье то мы придем к заключению что единственный Богом разрешенный единственный способ который дал Бог нам напоминать самим себе о нем это причастие это причастие хлебопреломление хлеб и вино даже крест он стал символом христианства намного позже нет ничего плохого в этом но единственное все-таки по Библии это хлеб и вино аминь сегодня слово память приобрело еще виртуальное значение и там в твоем телефоне в твоем компьютере есть контакты есть фотографии иногда через год может быть там полтора кто-то чаще ты смотришь фотографии что-то нужно удалить кто чистил свой компьютер ты открываешь эти папки и думаешь это нужно это нужно а это не нужно да думаешь я сейчас быстро это сделаю а потом думаешь нет пусть оно лежит и память заполняется да и она занимает место там есть такая опция если на обычном компьютере с помощью мышки можно нажать и там форматирование диска или в твоих гаджетах есть такая кнопка там нажать сбросить все до заводских настроек и тогда все пропадает каждый контакт каждый номер телефона каждая фотография и твой телефон опять святой и твой телефон потому что в нем уже нет грешных номеров в нем уже нет грязных фотографий знаете и покаяние покаяние это форматирование это сброс до заводских настроек is restoring factory settings аминь аминь это вернуться is to get back в то состояние in that statement как Бог создал тебя as God created you потому что потому что хлам этого мусора этого мира мусор из мира он засоряет нашу память и он настолько засоряет что ты начинаешь тормозить ты начинаешь глючить что нужно нужно покаяние нужно вспомнить что сделал для тебя Христос позволить очистить твою память очистить твое сердце очистить твою жизнь clean your life знаете мы были как-то в гостях у одного верующего очень давно с моей женой once we were with my wife we were in one family это был женатый человек и this man was was married его сегодня нет в живых today he is not living но я помню мы сидели у него дома он показывал фотографии and I remember when we just sat down in his home and we were looking at the pictures и он хотел служить Богу and he wanted to serve God и тут он дал мне альбом я листаю фотографии и тут он дал мне альбом и я был я смотрю он с какой-то женщиной и я смотрю он с какой-то женщиной и он говорит ну это еще до того как я женился и он говорит ну это еще до того как я женился и я говорю зачем ты хранишь эту фотографию и вы меня простите но там еще была фотография где он вообще голый и sorry there was another another photo when he was really naked я говорю это зачем и я говорю это зачем и я говорю и я говорю это в армии мы просто шутили и я говорю это в армии мы просто шутили и я говорю сожги это я помню что я сказал уничтожь это сожги это I said destroy it and fire it up oh нет это просто память he said oh it's just a memory знаете этого человека нет живых сегодня you know today this man unfortunately is not more living я не буду утверждать что именно по какой причине он умер но я свято верю что когда мы приходим к Богу нам нужно позволить ему очистить наш разум очистить нашу память очистить наше сердце он может это сделать хорошее может быть воспоминание ты думаешь что они хорошие some good memories maybe you think that they are good но если они держат тебя от посвящения Богу но если они держат тебя от посвящения Богу позволь Богу избавить тебя then you just permit God to set you free from that может быть у тебя есть плохие воспоминания которые мучают тебя maybe you have some bad memories that gives you suffering Бог хочет освободить тебя от этой боли God wants to set free во имя Иисуса Христа и сегодня я верю Бог это сделает потому что мы приходим к самому главному сие творите в мое воспоминание сказал наш Господь Иисус Аллилуйя позвольте еще немножко ваше времени мне есть еще время паста just a little time please книга деяния апостолов 20 глава мы прочитаем с 28 по 31 стих апостол Павел путешествует апостол Павел и он приезжает на одну встречу с пресвятерами из города Ефес и мы читаем что он им говорит среди всего прочего и так внимайте себе и всему стаду в котором Дух Святой поставил вас блюстителями пасти церковь Господа и Бога которую он приобрел себе кровью своей ибо я знаю что по отшествии моем войдут к вам лютые волки нещадящие стадо и из вас самих восстанут люди которые будут говорить превратно дабы увлечь учеников за собою посему бодрствуйте памяту я что я три года день и ночь со слезами учил каждого из вас и помните и помните 28 take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost has made you overseers to feed the church of God that he has purchased with his own blood I know I know this after my departing shall grievous wolves enter in among you not sparing the flock and of your own selves shall men arise speaking perverse things to draw away disciples after them therefore watch and remember that by the space of the three years I cease not to warn every one night and day with tears you know it's very important place in Bible have you ever had this in your life when you made lots of good things to a person or helped him a lot and then this person just forgot about it just lift up like this yeah it happens it's worse when we are this person that someone made the good thing and then we forgot about it may God will keep us so we may not forget all the good things that God has done for us through people and directly and here comes this situation апостол pahel pahel that he won't see this people anymore and being a man filled with holy ghost he knew that he knew that after some short time in this church even among servants someone could start to bring heresy and sometimes it happens so thank God that pastors have fellowship with each other to help each other and to pray for each other to connect with each other but what pahel говорит three moments in this scripture they should remember they should remember about three most important things and how to avoid this heresy for Ephesus church and look what he said remember that me Paul was teaching you three years do you want to teach you for three years oh come on I would like to but I live in another time and God put his ministers that in their time they taught me and looking at their lives as their holy lives I remember what they taught me about first thing remember who taught you second remember about what he was teaching поэтому важно записывать so it's important to write down it and third remember about whose blood I was teaching you 28 Christos приобрел церковь кровью своей and he has purchased with his own blood the church and 31 I I see first and second points and watch and remember 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 тебя Paul was teaching you remember about what he was teaching and remember about whose blood he was teaching hallelujah how often believers forget it and also I met some situations when man when person comes to house of God and he has nothing and he says God if you will give me that and that and that thing and the car and money and wife and children I will serve to you I will use car to go for missions and me and my wife will sing in the praising worship team my kids will always be in church after you know one two three years he has children car something in pocket and church says someone should go to village oh I'm busy oh my wife cannot sing in praise and worship but kids are you know it's so loud for them in church you know this person forgot totally everything totally everything it's easy to promise to God to serve you with everything you have while you don't have anything I will build a house and then I will have a cell group постро a house then he built a house brother when will come to rejoice with you oh I'm busy and then he was thinking in himself oh you will make a house you made my house he forgot everything forgot everything oh if I will get a thousand dollars a month I will give 20% oh God if I will receive one thousand dollars in a month I will give you 20% not 10% but 20% then when you look you forgot everything God wants us to remember our promises our promises and the woes that we gave him remember what it is what a baptism is who remembers that it's promised to God amen amen promise to serve God with good conscience you know when we have water baptism in our church we put a photo that someone will take pictures and we give photos of water baptism to every person that received water baptism and it's so pleasing right you look at your picture you are white and the pastor is white and if you will look very attentively you will see angels there особенно if there are there especially where there are some clouds in heaven you know some people they have this ability to paint something more that's good thing to look and remember that I gave promise to God because we forget it when someone will hit us yeah you want to give back yeah and at this moment Jesus he reminds you that you are believer sometimes I wanted to give the picture not the photo but wallpaper sorry wallpaper all the wall you know with the picture that he promised to God he may come to his room and he will see on the wallpaper that I promised to God how often we forget I want us to read from the autonomy I want to read whole chapter but who notes down please note it please note the autonomy 8 from first to twenty write down and read down all this chapter please I will just read some things from here Deuteronomy 8 2 and you shall remember all the way which the Lord your God led you all these forty years in the wilderness to humble you and to prove you to know what God that God in your heart whether you would keep his commandments or not 11 and 11 beware that you forget none the Lord that you got beware that you won't forget 14 and 14 look that your heart won't be lifted up and you won't forget your Lord 18 but you shall remember the Lord of your God and 19 and you will forget Lord your God and walk after other gods and serve them and worship them I testify against this today and that you shall perish you know several times in just one chapter the Lord says to his nation don't forget don't forget don't forget God gave you strength God has gave you health God has led you through the wilderness God has led you and remember all this way that he led you don't forget don't forget hallelujah psalm 102 and psalm 103 2 2 стих благослови душа моя господа и не забывай всех благодеяний его psalm 103 verse 2 bless my soul bless the Lord and don't forget his all good things hallelujah yeah yeah I would have to be a day and I want us to remember what God has done for us and let's bow down our heads today and just let everyone of us will remember what God has done how God gave answer to the prayer how he brought you to the church how you met not like not common person for you that helped you указал тебе правильный путь and showed you right way maybe your relatives testified you about Jesus maybe you are seeking for God on your own you open the Bible and in the Bible you met Jesus remember how many times Jesus or God yet saved your life and in this home we have people who should have died and they will put some traps on your way but God brought you and you will live against some of you they will plant some evil things and he sent some bad people to destroy life but God saved you and you are here today you are listening to the word of God and even coming through the pain of your heart because you may have some bad memories of your past and today permit Holy Spirit to captivate all your attention to captivate all your life and look inside look at the cross of Jesus remember what he has done for you that's the most important event of your life day of your repentance day when you said God you are living being and I want to be changed I want to be repented the biggest mistake of person is to reject what God has done the biggest blessing is to receive what God has done you know I met some youth young people that said oh you can look around and people have everything good all good with them знаешь иногда машина тоже может ехать без двигателя и без тормозов и без бензина но подкар cannot move without motor without fuel and without engine и brakes единственный путь по которым может ехать таким образом машина это вниз кто-то может сказать вот она быстро едет someone someone say oh it goes really fast very cool car она разобьется but it will crash it will move for some time someone is moving for one year like that someone is enough for 10 years someone is maybe for 30 years moving like that moving down но крах неизбежен but crash it still will be it doesn't matter how old are you for what memories you are holding on to what did Christ did to